Добрый вечер! Мог закрыться на время, но тем не менее в течение всего этого времени он не просто жил, работал, он успешно развивался. И сегодня, мне кажется, на обложку журнала «Сезон» хочет попасть каждая женщина. Я тоже на это надеюсь. На самом деле, 15 лет были очень интересными, насыщенными. И так как наша команда – это все профессиональные журналисты, издатели, редакторы, то я думаю, что основной залог нашего успеха, конечно, в этом. То, что этот журнал делают люди, которые умеют и любят этим заниматься, потому что все-таки в первую очередь это журналистика. Хотя для многих глянцевый журнал – это в первую очередь блестящие страницы, яркие картинки. На самом деле, глянец – это качество издания. Это абсолютно не гламурная жизнь. Многие путают понятие глянец и гламур. На самом деле, это абсолютно разные вещи. Журнал может писать о чем угодно, о природе, о животных, но качество, если журнала очень высокое, то он может называться тогда глянцевым. Это не обязательно только мода, только светские выходы, как думают многие. На самом деле, мы изначально ставили себе планку делать журнал мирового уровня, потому что мы понимали, что на прилавке мы конкурируем не с отечественными журналами, тем более, что 15 лет назад мы были первыми. Это, конечно, было наше преимущество. Но, тем не менее, мы сразу понимали, что, подходя к прилавку, человек выбирает нас не потому, что мы – казахстанское издание, и интересно посмотреть свои лица. Будут выбирать из многих изданий их огромное количество – и российских, и иностранных. И когда мы только начинали, конечно, было много даже людей, которые пытались нас остановить. Потому что, вы понимаете, вы будете конкурировать с ВОК, с ЭЛИ. Мы говорим, в том-то и дело, что мы будем. Но мы считаем, что наши казахстанские женщины достойны собственного издания и достойны того, чтобы писать и о них, и для них. Я думаю, что все самые известные, достойные внимания женщины были на обложке журнала «Сезон». И еще будут. И еще будут, да. И не секрет, что обложку журнала «Сезон» можно купить. Можно. И очень задорого. Конечно, потому что, на самом деле, издательский бизнес – это не дешевое удовольствие. Потому что, в первую очередь, цены складываются, конечно, из производства. Потому что, я всегда говорю, мы как завод, который выпускает ежемесячную продукцию. И продукцию, я надеюсь, очень высокого качества. Потому что все статьи и материалы, которые публикуются в «Сезоне», они все изготовлены нами. Мы не перепечатываем ничего из интернета. Ни одной статьи, ни одной фотографии нами из интернета не взяты. И в этом уникальность нашего издания. И я думаю, что в этом основной секрет успеха. Я бы хотела обговорить здесь очень важный момент, что не любой человек, имеющий деньги, может попасть на обложку «Сезона». Потому что все-таки мы, конечно, пишем о женщинах, которые добились чего-то в жизни. Пусть это мама большого семейства, да. Но она построила такую семью, которую можно назвать семью из большой буквы, да. То есть это не обязательно бизнес-вумен, да. Это не обязательно известная актриса, певица или спортсменка. То есть мы, наоборот, уже несколько лет, много лет, я бы сказала, практикуем концепцию создания звезд. Мы говорим о том, что мы и есть средства массовой информации, мы и есть журналисты, которые делают звезд. Звезды каким образом появляются? Когда они раскручены во множестве средств массовой информации. Они их пишут, их снимают, их показывают на обложках, и после этого человек становится звездой. И мы взяли на себя смелость, что звезд делаем-то по большому счету и мы. Потому что людей, которых знают все, и которые популярны, и известны всему Казахстану, на самом деле в нашей стране не так много. И мы о них уже много раз писали, и после нас уже писали тоже все остальные издания. Поэтому мы очень часто и много, и в основном даже сейчас, я бы сказала, пишем о женщинах, сделавших себя сами. Ну, я знаю, Джамиля, что у вас, как правило, уже несколько месяцев заранее выкуплены. То есть, чтобы купить даже ту же самую обложку, имея историю успеха, иногда приходится встать в очередь. Ну, без лишней скромности скажу, наверное, это еще раз подтверждает популярность нашего издания, да. Но, тем не менее, есть, конечно, некоторая очередность, потому что много женщин, которые и сами считают, что они достойны, и действительно им есть о чем рассказать. Или кто-то делает это для раскрутки бренда, да. Ну, много различных причин. Кому-то даже там дети хотят сделать подарок, там своей маме у нас были такие случаи. Как вы думаете, у вас есть конкуренты на рынке глянца вот у нас в Казахстане? Потому что я знаю, что другие журналы продают ту же самую обложку и за 2, и за 3, и за 5 тысяч долларов. То есть, гораздо дешевле, да, тираж такой же. Ну, насчет тиража это всегда открытый вопрос, потому что, то есть, нет официально никакой информации. То, что журнал напишет на своих страницах, выходных данных, так этот журнал и позиционируется, да. Ну, это, как говорится, личное дело каждого. То есть, это никто не может проверить, да? Ну, если только отправить запрос, если кто-то совсем захочет сильно, это из рекламодателей. У нас были такие случаи, когда мы предоставляли официальную справку с типографией, да, о нашем тираже, потому что это, конечно, важный момент. Потому что я считаю, что журнал надо делать, в первую очередь, для читателей, а не для рекламодателей. К сожалению, есть вот такой момент, когда некоторые издания, ну, в основном, конечно, начинающие, которые просто не могут себе финансово позволить печатать большой тираж, потому что, говорю, опять же, это основная статья затрат, это печать. Это дорогостоящая бумага, типография. И, конечно, не все могут печатать такой большой тираж, допустим, как у «Сезона», потому что мы распространяемся по всей стране, и для нас очень важно, чтобы наш труд и ту информацию, которую мы хотим донести, прочитало наибольшее количество читателей. Для нас это вопрос номер один. Ну, так у вас есть конкуренты вот на сегодняшний день? Как вы думаете? Знаете, я думаю, что конкуренция, скорее всего, есть. Может быть, из каких-то западных франшиз, которые приезжают, потому что им легче в этом смысле, если нам понадобилось, там, для того, чтобы мы стали таким узнаваемым журналом, да, там, ну, наверное, лет пять, как минимум. То есть, когда приходит франшиза, это представительство местное какого-то западного известного журнала, они приходят уже известным брендом, раскрученным. И, соответственно, им не нужно тратить время вот на вот эту раскрутку, да? Поэтому я считаю, что мы, если конкуренция, то только с местными франшизами каких-то западных изданий. То есть на казахстанском рынке из казахстанских изданий я не знаю конкурентов. Джумиля, я знаю, что в светской Алмате вы большой авторитет, и заполучить вас на светское мероприятие стоит дорогого, да? То есть это очень сложно, но при этом я заметила, что в последнее время вы практически не посещаете. То есть вас очень редко можно увидеть в светской хронике. То есть это делается специально, или вам просто всё это надоело? Нет, не то, что мне надоело, просто это часть моей работы – посещать мероприятия моих партнёров, друзей. Ну, конечно же, из такого большого потока информации и презентации, да, мероприятий, которые происходят, всё равно приходится выбирать, просто потому что физически, при моём графике и прямом образе жизни, я имею двое детей, семью, просто невозможно посещать, наверное, все мероприятия, которые были. Конечно, раньше у меня было больше энергии и сил, но опять же, это, наверное, было связано с тем, что не было детей, да, или там был только один ребёнок. Только вот из этих соображений, просто потому что тяжело физически. А есть люди, которые никогда не попадут на обложку журнала «Сезон» просто потому, что вам это бы не хотелось? Вы знаете, я всегда отделяю личное от общественного, и я считаю, что если есть интерес у редакции, и для журнала это интересно, и людям, которые читают наш журнал, у нас есть клуб постоянных читателей, да, «Сезона», и им этот человек, его история успеха будет интересна, то здесь никакие мои личные пристрастия, тем более, что я считаю себя абсолютно неконфликтным человеком, и у меня нет людей, которых бы я вот не хотела бы видеть в журнале «Сезон». В своём журнале вы ведёте блог, да, такой? У меня есть страничка, которая иногда, когда вы пишете, так скажем, на чём свет стоит рубрика. И где вы пишете о наболевшем, да? И вот как раз из вашего блога, ну я его назвала блогом, да, из вашей рубрики, я прочитала в «Сезоне», где вы пишете, что лично я отношусь к категории бесстрашных исследователей, и в одной известной клинике меня уже автоматически относят к так называемой «экспериментальной группе». Так называемой «экспериментальной группе». Здесь речь идёт о косметологии, и я-то понимаю, что вас всегда интересует всё новое. Да, то есть вы готовы ставить на себе эксперименты. Ну, с ограничениями, конечно. Да, мне интересно, а в чём секрет вашей молодости, потому что вы всегда выглядите отлично. Спасибо большое. Но, в первую очередь, я думаю, всё-таки это генетика. Вы видели мою маму и, наверное, понимаете, о чём я говорю. Во-вторых, я думаю, здоровый образ жизни, конечно, в первую очередь. Важный фактор из того, что ты для себя можешь сам сделать, это вести здоровый образ жизни. Я всю жизнь занимаюсь спортом. До этого я была профессиональным спортсменом, кандидат в мастера спорта по настольному теннису, была в сборной республики. У меня мама чемпионка мира по настольному теннису. То есть это у нас тоже генетически, важно сказать. И привычка постоянно заниматься физкультурой, спортом. Как моя мама говорила, спорт – это не здоровье. Вот физкультура – это здоровье. Ну, профессиональный спорт, он связан с некоторыми травмами, перенагрузками, наверное, вы знаете. Но вот эта привычка постоянно вести активный образ жизни, нагружать свои мышцы, она осталась на всю жизнь. И если я не занимаюсь каким-то видом активной деятельности, я начинаю просто плохо себя физически чувствовать. Другой вопрос, что я пересмотрела со временем и с возрастом. Я пересмотрела виды физической активности, если раньше это был в большинстве тренажерный зал, гантельки и какие-то силовые. Я знаю даже, что вы в положении занимались, да, с гантелями. Да, да. Именно страшно на меня смотрели мужчины в тренажерном зале, когда я с большим животом, с гантелями. Я еще получила даже фитнес-мама года на Fidelity Fitness Awards приз. За то, что самое частое посещение занятий во время, именно в программе Prenatal для женщин, которые в положении. Но это привычка. И я считаю, что без этого, наверное, вот молодости и здоровья в первую очередь. Вот то, что я еще, к чему я пришла со временем, да, что в первую очередь, конечно, это нужно для здоровья. Если раньше исключительно я, мои подруги, мы ходили в тренажерный зал везде ради того, чтобы накачать фигуру, чтобы накачать мышцы. Со временем, вот сейчас, кстати, не так давно, я пришла к тому, что в первую очередь это нужно для здоровья, потому что такой же тренировки постоянно требует твое сердце. А когда нет здоровья, то, извините, никакая фигура, никакие мышцы не нужны. Я бы хотела свернуться вот именно к клинике, где вас можно... Да, что вас можно автоматически внести в клуб экспериментальных, да, к экспериментальной группе. Ну, есть такой момент, на самом деле, потому что это сфера моей деятельности. Как бы то ни было, все равно я в первую очередь работаю в женском журнале, да, и, конечно, все женщины интересуются новинками косметологии. Я всегда во всех журналах, я выписываю ежемесячно порядки 20 мировых изданий. Ну, во-первых, это моя работа, опять же, ну, и я люблю глянцевые журналы, что, что говорить. И всегда, в первую очередь, открываю вот эти странички о новинках косметологии, косметики, да, ну, вот именно вот кремы, какие-то процедуры. Но все ограничивается, конечно, какими-то косметологическими процедурами. Это не пластик, Одинар, сразу вам скажу, потому что к пластике я очень осторожно отношусь. Все-таки я считаю, что лучше предупредить такие вещи. Это крайний какой-то выход, который не всегда, кстати, получается удачным. Поэтому я вот, в принципе, за все новшества, ноу-хау, ну, как говорит моя мама, ну, ты подожди хотя бы, чтобы кто-то вышел и посмотри, что будет. Потому что иногда бывало, что эксперименты заканчивались, ну, не плачевно, слава богу, но смешно. Ну, то есть есть женщины, которые скрывают, да, что... То есть они делают то, что они знают, что такое гиалуронка, там, диспорт. Нет, нет. То есть вы не стереваете? Я выхожу и сразу звоню всем своим подругам, говорю, а ты знаешь? Я говорю, ну, действительно, давай ты хотя бы это делаешь. Ну, одно не надо сказать подруге, а другое дело, допустим, поделиться в журнале. Ну, видимо, потому что все-таки я не перехожу к каким-то крайним мерам. А если завтра вот перейдете к крайним мерам, то есть вы готовы, допустим, об этом говорить вслух? Еще не знаю. Но я надеюсь, что я к ним не перейду, потому что я очень большой сторонник все-таки превентивных мер. Я считаю, что, во-первых, это все-таки здоровый образ жизни. Если организм изнутри не здоров и в целом, да, тело, то никакие... И косметология практически не поможет. Как говорит мой муж, вообще большой сторонник активного образа жизни, он говорит, за здоровьем надо ходить, а не лежать в салоне красоты. Да, это в первую очередь, конечно, здоровье в целом. А потом уже какие-то дополнительные косметологические процедуры. Просто это должно быть системой. Это не поможет, если прийти один раз в салон, обколоться и сделать какие-то там очень дорогостоящие и сложные процедуры, а при этом сама кожа не будет здоровой, да. Поэтому, мне кажется, должна быть просто какая-то система, надо выбрать процедуры, которые подходят, и вкупе с правильным питанием, с активным образом жизни, вот это все дает какой-то результат. И пластика, я думаю, будет не нужна. В прошлом году вы отметили свое сорокалетие. Да, спасибо. Еще раз. Нет, я вас поздравляю, потому что вы к этому возрасту подошли достойно. Вот что для вас возраст? Я тоже считаю, что в каждом возрасте просто есть какие-то свои критерии, которые, наверное, должны состояться. Да, вот мы все знаем, что в 20 лет должно быть то-то, то-то, в 30 лет, как минимум, у тебя уже, наверное, должен быть ребенок, профессия. То есть у каждого этапа жизни есть какие-то свои планки, к которым ты должен прийти и которые должны у тебя быть. И так как, я надеюсь, в свои 40 лет я подошла с выполненным планом, который я и намечала, наверное, на этот возраст, не скажу, что я прямо планировала, но который по общечеловеческим понятиям и по нашему менталитету все должно быть. Поэтому я с радостью встретила свой этот юбилей. Тем более у меня есть множество подруг, которые намного старше меня и которые при этом шикарно выглядят, ведут активный образ жизни. Опять же, моя мама для меня всегда большой пример. Поэтому я абсолютно не боялась этой планки. Конечно, как-то есть и подруги, которые так напрягались к этому моменту, но потом как-то и благополучно перешли. И у меня, может быть, были какие-то там для себя вопросы. А какие вопросы? Вот как это я буду себя чувствовать? Может быть, там, говорят, что ты начинаешь болеть или как-то вот это. Но я поняла, что все зависит от тебя. И твое здоровье, твое состояние, твое самочувствие и твое окружение – все только в твоих руках. Тем более в наше время я очень верю вообще в современную и медицину, и косметологию. И все, и считаю, что все зависит только от тебя. Если будет желание, ты будешь нормально питаться, там, правильными продуктами. Да, тоже моя любимая тема. Там, вести активный, здоровый образ жизни. Просто у тебя будет позитивный настрой на жизнь, то никакие годы тебе не страшны. А каким возрастом, вот, в своей жизни вы были довольны, вот сейчас вы довольны больше всего? Когда вам сколько лет было? Сейчас. Сейчас, да? Я вот прочитала как раз в журнале «Сезон», где вы были на обложке, где вы пишете «Дети подросли», «Карьера сделана», «Дом построен». Работать, как раньше, уже не надо. Вот мне интересно, как выглядит сейчас ваш рабочий день? Неужели Джамиля Эмбетова сейчас меньше работает, чем раньше? На самом деле, вот график, наверное, сам так и складывается. И, наверное, так и должно быть. Если 15 лет над одним и тем же проектом работать, как в первые годы, наверное, это было бы как минимум странно, да? Другой вопрос, что появляются новые проекты, которым хочется уделять столько же сил и времени, там, как, допустим, сезону, там, 15 лет назад. Поэтому работа не становится меньше, она может быть становится другая. И ты уже сам растешь ментально, и ты становишься большим профессионалом, и уже понимаешь, как перераспределять обязанности, да? Тем более, опять же, за мной стоит моя команда, некоторые из моих сотрудников, моих коллег, со мной уже больше 10 лет. То есть я полностью могу положиться на них, я знаю, что никогда они меня не подведут, и даже если я куда-то уезжаю, да, и отсутствую какое-то время, что все будет работать, это отлаженный механизм. Сколько дней вы можете себе позволить отсутствовать? Знаете, даже здесь смотришь еще и на отсутствие на работе, и на детей всегда ориентируешься, конечно, да. Но если с детьми, я вообще больше 10 дней, если честно, не могу нигде находиться. Я начинаю скучать, и мне как-то становится скучно, потому что ты привыкаешь к очень активному образу жизни, что у тебя распланирован каждый день, каждый час. И когда этого нет, тебе уже в определенный момент становится дискомфортно просто. Вот в нашей стране существует стереотип, что невозможно, да, строить карьеру и при этом сохранить семью. Я думаю, что этот стереотип разрушили уже многие современные женщины, даже большинство. На самом деле, опять же, все зависит от тебя и от умения, наверное, планировать. Я вот, например, всю жизнь планирую завтрашний день и вообще будущую неделю. Я считаю, что это очень помогает, когда ты точно знаешь, что произойдет с тобой послезавтра в 3 часа дня, ну, если не дай бог, да, не какие-то там форс-мажорные обстоятельства. Это помогает просто успевать в день намного больше, чем если же это без плана. У меня всегда все запланировано, все тренировки, все расписание, и я стараюсь придерживаться этого графика, ну, вот сколько себя помню со школьных лет. Потому что я и отличница была в золотомедалистской школе, красный диплом. И как-то это, наверное, я всегда говорю, это синдром отличника. Все делать до конца, хорошо, с хорошей оценкой, да, и чтобы это все было запланировано. Это очень сильно помогает. А потом, там, что касается семьи, это не работа, это же твоя жизнь, да, той, чем ты живешь. И поэтому просто я всегда говорю, приходишь домой, у тебя вторая смена. Ну, такова жизнь. Когда, ну, бывает, что люди, женщины там жалуются, все. Никому не просто. А что мужчинам проще, когда на них вообще колоссальный груз ответственности, да, сидит. Я вообще же даже блог писала в защиту мужчин. Говорят, ой, там многие женщины, ну, я опять же работаю в женском журнале. И бывает, что женщины, некоторые считают, что их вклад в семью намного больше, чем мужской. Я так не считаю. Ваш супруг никогда вас не просил посидеть какое-то время дома? Вот родился ребенок. Никогда. Никогда. Он понимал, я всегда ему за это благодарна. И он сам просто, как я говорю, очень продвинутый человек, да, и не считает, что женщина должна сидеть дома. Это, во-первых, мой личный выбор. Я думаю, если бы я хотел сидеть дома, он бы тоже был бы не против. Вот если бы не журналистика, да, если бы не издательское дело, да, вот где еще вы себя видите? Я, когда училась в школе, я вот писала об этом, я хотела быть дипломатом. На самом деле, где-то очень соприкососающейся профессией. Я даже писала, хотела поступить в МГИМО, в Москву, и писала туда письмо, еще будучи школьницей, что вот я хочу подать заявку на поступление в МГИМО. Ну, они мне ответили, что тогда еще был Советский Союз. Это были отдельные республики. И мне сказали, что вы можете, конечно, попробовать, но предпочтение отдается мальчикам с московской пропиской. Но дипломаты в основном все-таки мужчины. И я нисколько не жалею, что все сложилось так. Я на журфак пошла только потому, что я была членом сборной национальной по настольному теннису. Мне сказали, и один из наших членов команды, он учился на журфаке. Он говорит, поступай к маме в КАЗГУ, будешь выступать за университет, хорошо, там тебе будут отпускать, все время пятерки ставить. Ну, как-то вот какой-то такой, казалось бы, глупый фактор, на самом деле определил мою судьбу. Но мне пришлось участвовать в творческом конкурсе, потому что на журфак просто так, без творческого конкурса поступить невозможно. И я вот последние классы в школе, я писала в газеты, вот у меня были заметки. И мне одноклассники говорили, ты представляешь, что ты всю жизнь будешь писать сочинение? Ну, как-то не самый любимый предмет, да, всегда в школе. Я вот как-то об этом не задумалась, но вот таким образом я нашла свою судьбу, творческую профессию. А политика вас интересует? Нет. На самом деле я понимаю, что я на 150% на своем месте. И вот лучше журналистики, на мой взгляд, особенно глянцевой журналистики, я всегда говорю, для девочки самая лучшая профессия, что может быть лучше? Ну, журнал «Сезон» не единственный ваш проект, есть еще конкурс «Миссис Казахстан», который вы создали в 2008 году, я знаю об этом конкурсе не понаслышке, участвовала в первом же конкурсе, им очень этому рада. Я знаю про этот конкурс все, но вокруг этого конкурса ходит очень много разных слухов. Вот это конкурс. Продолжение следует...